Первый концерт юбилейного года Школы искусств «Классика» на сцене выпускники разных лет. Среди них те, кто связал свою жизнь с музыкой и ни о чем больше не мечтает, как стать композитором. Наверное, музыка – это жизнь, но в первую очередь не работа и не увлечение, а то, что движет тобой и то, что происходит вокруг тебя и в тебе в том числе. За эти годы педагоги школы вырастили целую плеяду талантливых людей. Далеко не все дальше посвятили себя музыке. Кто-то выбрал совершенно другую профессию, но, несмотря на это, с инструментом не расстался. Я стараюсь хотя бы минутку выкрыть для занятий музыкой. Плюс еще у нас на факультете мы образовали квартет, и мы выступали в мае месяце. Две скрипачки у нас – аккордеонист и пианист. Да, поэтому продолжаем. С музыкой жизнь все равно так или иначе связана. Она всегда в душе, она всегда внутри. Учителя, которые здесь учили меня, научили не только музыке, но именно даже больше человеческим качествам. Выпускники волнуются перед выходом на сцену, повторяют свои партии, разминаются. Выступать перед любимыми педагогами через столько лет – очень ответственно и трепетно. Я очень волнуюсь. Это самое главное чувство, потому что уже давно не выступала, и это очень ценно. И очень рада, что пригласили, что помнят, и то, что есть возможность выступить. Ну, очень волнительно, очень. Классика – храм искусства нашего города. Талантливые педагоги, мастера своего дела, они вкладывают всю душу в своих воспитанников и дарят им самое главное – любовь к прекрасному и совершенному. Любовь к музыке. Ну, мы решили этот год, весь учебный год посвятить нашему юбилею. Сегодня его старт. Сегодня собрались те, кто когда-то нашу школу закончил. Это и профессиональные музыканты, и те, кто закончил нашу школу, но не избрал профессии, сферу искусства. Кто-то занимается в политехнических вузах, в юридических, в медицинских вузах, но многие из них сегодня пришли, играют на своих инструментах, поют, танцуют даже. Учащиеся выступают на всех площадках, как Московской области, так и России. Они показывают замечательные результаты. Это важно прежде всего для детей, потому что дети видят, что они не стоят на месте. Они двигаются, они развиваются, получают образование и получают, прежде всего, возможности демонстрировать свои способности, свое умение и получать от этого удовольствие и приносить его другим. Фортепианный дуэт Анны Емельяновой и Риты Калатарян сложился с первых дней обучения. Нина Васильевна Шепелева увидела в них большое желание играть, много работать и добиваться успехов. Девчонки выиграли десятки конкурсов и фестивалей, и не только в нашей стране. А на стол оперной певицей Арита выбрала другой путь, но продолжает играть. Они редко встречаются у каждой своя жизнь, но тем ценнее эти минуты, когда они вместе за роялем, как в прежние времена. Пользуясь случаем, конечно, хотим благодарить всех преподавателей. Конечно, закончить школу не так просто, всякое случается, это обычные рабочие моменты, но в итоге, что дала нам школа, это, наверное, любовь к музыке. Мы действительно не только можем как слушатели ее воспринимать, но и как исполнители в какой-то степени. Ну, Аня, естественно, с музыкой более близка на данный момент, но я непосредственно понимаю именно глубину и не только там душевную какую-то. Ну, все равно музыкальная школа, это все равно близкая и родная. Ну, я вообще музыкой начала заниматься профессионально. Уже с 14 лет я поступила в Гнесинку, и, конечно, если бы не наш педагог Нина Васильевна Шепелева, я бы, наверное, не пела сейчас и даже не поступала бы в Гнесинку, потому что, ну, фортепиано я практически уже, конечно, не занимаюсь, мне за это стыдно, но благодаря Нине Васильевне я с 5 лет, да, я с 5 лет занималась музыкой, и она настояла на том, чтобы я продолжала этим заниматься и всячески поддерживала, естественно, прививала любовь к музыке и вообще, я считаю, что музыка, она делает людей добрее и практически, ну, всем это показано. Школа искусств классика, как большой лайнер, каждый год с его палубы сходят выпускники и поднимаются малыши, которыми еще только предстоит узнать и почувствовать, что такое музыка, вечная музыка. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова